Недельная глава Корох Бунтовать против самого Моше И здесь этот вопрос поднял пункт Корох И сказал Моше Не хватает тебе, что ты царь Что ты назначил своего брата первосвященником А его сына сделал коином Весь народ святые Со всеми говорил творец горы Сунай И говорит Корох Четыре сына было у Кеата Сына Леви Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэль Амрам, его два сына Один царь, это Моше Первосвященник, это Арон Сейчас он берет сына младшего брата Эль Цафана Сына Узиэля И ставит его главой семьи Кеата Я сын Ицхара, я первенец его Мне полагается быть главой семьи Кеата Если это так Эту обиду не мог перенести Корох И он взял и заставил бунтовать Всю общину Израиля против Моше И взял Корох Учит мудрецы, что взял Взял накидку Толит Полностью сделанную Из тхелет Из голубой нити И надел на 250 человек Которые вместе с ним Бунтуют против Моше И сказал им Моше, скажи Если одна нить Тхелет Она Достаточно Для толита Который белого цвета А если весь толит Он тхелет Нужна еще одна нить Или нет И Моше говорит Нужна Так я слышал от Творца Что ты говоришь Это же глупость Может Исполнена быть заповедь Одной нитью тхелет А если все Тысячи нитей тхелет Разве нужна еще Какая-то одна нить И что он этими словами Хотел сказать Вся община святы Все слышали С горы Синай Речение Творца Со всеми говорил Творец Зачем нам нужен посредник Один первосвященник Все святы А потом Зачем ты выделил колено левьи Мое колено Да Чтобы прислуживать Этим коинам Ведь первенцы Каждого колена Хотят служить Пусть каждый месяц Будет свой первосвященник Все святы И говорит Моше Все Кто хочет служить Первосвященникам Чтобы завтра утром Взяли медные Лопаточки И вознесли воскурение Самое высшее воскурение Благовония Перед Творцу Но вы должны знать Что не так Как у других народов Много священников Много служителей У нас только один Первосвященник Так как есть Творец Он один И тот Кто ведет главную стул Лужбу в храме Он один Один останется А все остальные Погибнут Вы должны знать Вы идете Буквально На смерть И двести пятьдесят Глав народа В основном Из колена Руувена И вот Каждый из них Думает Я готов Быть Тем Кто отказывается От своей части В земле Израиля Чтобы служить В храме Служить Творцу И сказано В поучениях отцов Перкея вот Каждый спор Который во имя небес Он реализуется А спор Который не во имя небес Он никогда Не реализуется Спор во имя небес Это спор Елеля и Шамая А спор Не во имя небес Это спор Короха И его общины Но не сказано Спор С Моше Потому что Сам Творец Говорит Что Моше Он самый скромный Был из тех Кто есть на земле Говорит Датан и Аверам Что ты Моше И Арон Возноситесь А они Стоят на земле И ни одного слова Не ответил Арон Он может быть думал В сердце своем Что Короху больше Полагается быть Первосвященником И тогда эти люди Которые Возносятся Которые Ради гордыни Готовы Воевать Против Моше И против Творца Они Опускаются В преисподнюю Говорит Моше Если Новый вид Смерти Сделает Творец Если Если Уже Есть Гееном Ад Пусть Пустится Если Нет Пусть Он будет Сотворен В этом месте И обычно Когда Какая-то Расщелина В земле После этого Она заполняется Водой И остается Так А это Уста Бездны Открылись Проглотили Все Что есть У Короха Датана И Аверама И замкнулись И они Спустились На седьмой Уровень Геенома В Жеон А как же Эти 250 Человек Которые Хотели Быть Первосвященниками И среди Них Был Корох Сказано Вышел Огонь От Творца И все Они Были Сожжены Но Корох Было У него Двойное Наказание Огненный Шар В котором Было Тело Короха Прокатился И спустился В преисподнюю Но Кто Был Спасен Благодаря Скромности Моше Который Пошел К Датану Аверам Который Пошел В палатку Короха Чтобы Уговорить Его Отказаться От бунта И в этот Момент Три Сына Короха Увидев Моше Встали И в сердцах У них Началось Может быть Отец Наш Неправ Может Прав Моше И они Раскаялись Сердце Своем И Творец Внизу Гиенома Сделал Для них Особенное Место И Оттуда Они Хотели Пропеть Песню Творцу И Они Были Спасены Но Почему Корох Взял Для себя Такое Страшное Бунтовать Против Моше И Против Его Заповедей Которые Он Приносит Творца Почему Моше Это Так Задело Он Сказал Если Будет Сомнение Что Я Передаю Точно Слово Творца Так Будет Сомнение Во Все Торе Но Несмотря На Сво Великое Положение Он Царь Он Идет И Пытается Остановить Датана Аверама И Короха И Благодаря Ему Спасены Три Сына Короха И Он Бен Пелет Которого Спасает Его Мудрая Жена Субтитры